Добрый день, дорогие друзья! Вот и закончилась очень интересная неделя под названием «Ты, да я, да мы с тобой». Проведено очень много интересных, незабываемых мероприятий, участниками которых были наши воспитанники, их родители, педагоги, а также представители различных организаций. Но у нас появилась проблема. Как? Ну вот скажите, как в рамках одной недели показать наших многочисленных социальных партнеров? Ведь взаимодействуем мы активно, эффективно в целях повышения качества дошкольного образования. Выход найдем. Посоветовавшись с моим мудрым руководителем Григория Людмилой Ивановной, я отправилась прямо к ним, в надежде, что наши социальные партнеры, руководители, сами расскажут о том, как же мы взаимодействуем. Ну как, вам интересно? Ну тогда, вперед! Государственное учреждение образования «Яслисад» номер 4 города Ганцевичи является лучшим учреждением, дошкольным учреждением в системе образования нашего Ганцевичского района. Руководит этим учреждением опытный профессионал, отличный педагог Горегляд Людмила Ивановна и ее заместитель Багрова Светлана Ивановна. Коллектив отличается слаженной работой, ответственностью, творческим подходом к любым вопросам, связанным с профессиональной деятельностью. На данный момент учреждение посещает 241 воспитанник. В учреждении на высоком уровне налажена методическая работа с кадрами. Горегляд Людмила Ивановна и Багрова Светлана Ивановна занесены в Книгу почета системы образования нашего Ганцевичского района. В первом международном конкурсе «Мастерство без границ» заведующая Горегляд Людмила Ивановна заняла третье место. И в этом году мне хотелось бы пожелать нашей конкурсантке Багровой Светлане Ивановне выступить достойно во втором международном конкурсе и пожелать ей творческого выступления, удачи и чтобы она достойно представила наш район в этом конкурсе. История филиала «Ганцеверский комбинат панельного домостроения» началась в 1971 году. В то время, надо отдать должное, были мудрые руководители, потому что прекрасно понимали, что будущее за детьми. И в 1980 году был построен детский садик, который имел ведомственную принадлежность, куда в основном отводили своих детей наши работники. Думаю, это не случайно, 1980 год, год Олимпиады в Москве. Поэтому все эти достижения, которые имеет детский сад номер 4 города Ганцевич, я считаю, что они идут с далекого 1980 года. В настоящее время, учитывая иногда сложное экономическое наше положение, мы все-таки даем себе отчет в том, что будущее за детьми. И всячески стараемся оказать помощь и содействие детскому дошкольному учреждению номер 4 города Ганцевич. Очень много мы проводим совместно мероприятий. В числе тех, которые памятны для нас, для наших детей, детей наших работников, назову следующее. Это прежде всего поздравления воспитанниками и воспитателями детского сада номер 4 наших работников с профессиональным праздником, Днем Строителя. Поздравления мы принимаем и на 23 февраля, и на 8 марта. Поэтому мы, конечно же, благодарны за ту работу, которая проводится в детском саду. В этом году, на Новый год, мы были очень благодарны нашим подшефным за то, что организован был утренник на очень высоком уровне, который проходил для детей наших работников на базе нашего предприятия. Совместно мы участвуем в мероприятиях, которые проводит район. Это как спортивные направленности, так и другой. Скажем, иногда мы выставляем совместную команду, заявляем. Так как детский сад в основном женское, вернее сказать, детское досконное учреждение, в котором трудятся в основном женщины. Поэтому мы строители, у нас больше мужской коллектив, поэтому мы прекрасно дополняем друг друга. И в те конкурсы, в которых мы участвуем, конечно же, мы все максималисты. Как мы, так и руководство садика настроены только на победу, поэтому получается неплохой результат. Хочу сказать, что участие в конкурсе, в котором принимает участие Светлана Ивановна, они настроены, конечно, только на положительный результат. Почему? Потому что очень прекрасно знаю руководство детского дошкольного учреждения, как людей, которые все время стремятся к самообразованию. Они очень активно сотрудничают с общественными организациями, с родителями. Как пример могу привести то, что работники нашего завода, чьи дети старшие посещали данное дошкольное учреждение, они своих детей, второго ребенка в семье, третьего, они ведут именно в четвертый детский сад. Почему? Потому что там действительно трудятся люди, которые относятся к детям как к своим собственным. Я, конечно, хочу пожелать вот этому слаженному дружному коллективу победы в международном конкурсе. Я надеюсь, что детское дошкольное учреждение города Ганцевич достойно представит нашу республику в международном конкурсе, как это было сделано в прошлом году заведующей детского сада номер 4. Конечно же, мы рассчитываем на то, что Светлана Ивановна привезет очередную победу в город Ганцевичи. Мы ждем вас из Санкт-Петербурга только с победой. В целях обеспечения безопасности жизнедеятельности детей и жизни детей районным отделом по учрежденным ситуациям совместно с отделом образования, спорта и туризма райисполкома, с учреждениями образования, в том числе и с детским садиком номер 4 в городе Ганцевичи проводятся различные тематические и пожарно-профилактические акции, в которых дети обучаются безопасности жизнедеятельности. Эти акции, они бывают различные, такие акции, как каникулы без дыма и огня, безопасность в каждый дом, не оставляйте детей одних и многие другие. Вообще с детским садиком номер 4 мы взаимодействуем очень давно, но мы тесно встречаемся на различных мероприятиях, не только в рамках этих акций, но и также воспитанники садика поздравляют нас с нашим профессиональным праздником на наших мероприятиях. Воспитателя оказывают нам помощь в проведении этих мероприятий. В рамках наших пожарно-профилактических акций мы проводим различные тематические игры, где ребята учатся и получают основы безопасности, получают навыки, как вести себя в повседневной жизни, чтобы с ними не случилась какая-либо беда. Дошкалята с регулярной периодичностью приходят к нам на наши экскурсии. Наши работники здесь проводят перед ними выступления, показывают, демонстрируют технику, наше пожарно-техническое вооружение, которое имеется. Дети с удовольствием на это все смотрят, участвуют, и вот это все дает им возможность почувствовать себя в роли юного спасателя. И не только ребята к нам приходят, но и мы также посещаем детский садик номер 4 города Ганцевичи. Там оказываем помощь воспитателям в проведении отработки планов эвакуации, где также дети получают азы правилам безопасности. Выступаем на родительских собраниях, и хочу отметить, что только совместная работа воспитателей, работников районного отдела по чрезвычайным ситуациям родителей может обеспечить безопасность жизни и здоровья наших ребят. Участникам вот этого конкурса хочу пожелать, конечно же, победы, чтобы вы в этом конкурсе не останавливались только на этом конкурсе, двигались дальше, совершенствовали свое профессиональное мастерство, сохранили и укрепили те традиции, которые у вас имеются в садике, сохранили свой корпоративный дух. Воспитателям и дошколятам желаем, конечно же, крепкого здоровья, терпения, бодрости, духа, всего-всего хорошего. На протяжении уже многих лет кинотеатр «Молодость» тесно сотрудничает с детским садом номер 4. Все начиналось с коллективного посещения киноректориев, киносеансов. С каждым годом услуги кинотеатра расширялись. И вот на сегодняшний день многие мероприятия посещаются воспитанниками детского сада номер 4. Пользуются популярностью, я бы сказала, такие мероприятия, как программы для детей, видеовикторины, детские дни рождения, детские дискотеки, тематические утренники, новогодние утренники. Также педагоги детского сада номер 4 с удовольствием приходят на наши корпоративные мероприятия, новогодние мероприятия. Хотелось бы отдельно поблагодарить и сказать слава благодарности завестителя, заведующего детского сада номер 4, Багровой Светлане Ивановне, за помощь в организации мероприятий, посвященных популяризации белорусского кино. Спасибо огромное. Также хотела бы пожелать коллективу детского сада номер 4 творческих успехов, побед в конкурсах, мероприятий вам побольше. Хороших вам деток, здоровья и процветания детскому саду. Инспекция по делам несовершеннолетних Ганцовского райисполкома тесно сотрудничает с сестями садом номер 4 города Ганцовича в рамках декрета номер 18. Декрет номер 18 – это защита прав и законных интересов несовершеннолетних, попавших в неблагополучную ситуацию. Одной из форм сотрудничества является посещение семей по месту жительства совместно с педагогическими работниками. Главная цель каждого человека – это защитить права наших несовершеннолетних. При посещении семьи проводятся беседы с родителями, а также с соседями, которые непосредственно часть времени контролируют поведение того или иного человека. При посещении семьи обследуются жилищно-бытовые условия, а именно изучается место сна и отдыха несовершеннолетнего, проводится беседа с родителями о вреде алкоголя, об ответственности родителей за воспитание и содержание несовершеннолетних детей. Также родители письменно ознакомливаются педагогическими работниками с декретом номер 18. Второй формой, которая активно используется при работе в рамках декрета номер 18, это являются педагогические советы, во время которых приглашаются заинтересованные ведомства, сотрудники заинтересованных ведомств, которые выражают свои требования к тем или иным семьям, оказывают какую-либо помощь, в том числе консультативную. Третьей формой, это являются выступления на родительских собраниях. Родительские собрания у нас проводятся ежеквартально, во время родительских собраний приглашаются сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних, в том числе и руководство Ганцерского РОВД. Во время родительских собраний затрагиваются темы ответственности родителей за воспитание и содержание своих несовершеннолетних детей, а именно выполнение требований декрета номер 18. Хочется сказать, что одной из актуальных тем, это тема «Ребенок учится тому, что видит у себя в дому». Каждый родитель в ответе за детство своих детей. И в конце мне хочется пожелать Багровой Светлане Ивановне победы в международном конкурсе. Городской дом культуры тесно сотрудничает с детским садом номер 4. В детском саду номер 4, я знаю это не понаслышке, грамотно построена работа с кадрами. Каждый знает и выполняет задачи, которые помогают раскрыть юных личностей, наших будущих граждан нашей страны. Уметь воплотить идеи через раскрытие талантов дарования детей – это непростой и большой труд. Мы совместно с детским садом номер 4 проводим всевозможные мероприятия. Мы, конечно же, помогаем технически, у нас больше возможностей. Самое главное, что дети с первого дня посещения детского садика чувствуют в себе ответственность, понимают, что они юные артисты, юные интересные люди, маленькие, которые через стихи, через танец, через песню несут свое творчество гражданам нашего города. При подготовке всевозможных мероприятий с участием маленьких детей Светлана Ивановна, как заместитель заведующей детского садика, всегда подходит к этому с новыми интересными инновациями. Мы используем как и видео, как театрализованные формы, драматические постановки. И поэтому можно с удовольствием напомнить то, что мы делали. Это шоу-программы «Маленький принц», шоу-программа «Мисс Малютка», творческие конкурсы с участием семей, маленькие детские постановки по произведениям известных классиков. Дети с удовольствием принимают участие в чествовании трудовых коллективов нашего города, потому что они наши будущие строители, агрономы, будущие водители, будущие работники социальной службы. И на примере профессии своего родителя, папы или мамы, они с огромным удовольствием надевают на себя уже роль этого человека. Мы всегда с открытым сердцем поддерживаем все идеи и с удовольствием в результате получаем удовлетворение от того, что мы вместе делаем. Кстати, я хотела бы сказать конкретно еще о Светлане Ивановне. Светлана Ивановна – талантливый, одаренный человек, прекрасный профессионал. И я хочу раскрыть небольшой секрет. Светлана Ивановна, можно сказать, профессионал дела в амплуа ведущей конферансе в нашем городе, ей равных нет. Она может вести как и развлекательные программы, так и ток-шоу, в том числе и программы в форме от всей души, политические акции, вечера памяти, торжественные мероприятия, концертные программы. Светлана Ивановна является солисткой народной эстрадной студии «Провинция». Светлана Ивановна – ведущая актриса Народного театра «Мы». В нашем театре ей пришлось играть как и комедийные, так и трагические роли. И мы всегда знаем, что на премьере любого спектакля, если зритель знает, что играет Светлана Ивановна Багрова, аншлаг будет обязательно. Мы знаем, что Светлана Ивановна примет участие в очень значимом конкурсе, где может показать результаты своего труда. Труд заместителя заведующей детского садика многогранен, сложен, требующий большого опыта, терпения, усидчивости. И я знаю, что и в будущем совместно со своей командой педагогов они достигнут больших результатов. Потому что дети – это тот бесценный дар, которым нужно с первого дня давать многое, чтобы затем в будущем достичь больших, огромных результатов. Ганцевичская районная организация Республиканского общественного объединения «Белая Русь» очень тесно сотрудничает с детским садом номер 4 города Ганцевича. В частности, в этом учреждении организована первичная организация «Белая Русь» и очень отметно то, что в состав первичной организации входит 91% коллектива. В Ганцевичской районной организации Республиканского общественного объединения «Белая Русь» совместно с детским садом проведено много различных мероприятий. Одни из самых ярких – это конкурс «Супер бабушка», «Воспитатель года». Также в рамках патриотического воспитания первичная организация активно приняла участие в велопробеге по местам боевой славы, посвященной Дню Великой Победы. Также была организована совместная поездка в Музей Великой Отечественной войны. В этот же день мы посещали главный офис Республиканского общественного объединения «Белая Русь», где встречались с председателем Радьковым Александром Михайловичем. За активную деятельность в общественном объединении Республиканского общественного объединения «Белая Русь» Светлана Ивановна была отмечена грамотой районной организации, грамотой областной организации Республиканского общественного объединения «Белая Русь». В международном конкурсе педагогического мастерства я желаю Светлане Ивановне и всему коллективу детского сада номер 4 победы, потому что они этого достойны. Я уверен, что они на высоком уровне представят Ганцевщину на этом престижнейшем конкурсе. Мне кажется, что об этом коллективе можно говорить очень долго. И все только с положительной стороны. Потому что там работают специалисты, настоящие профессионалы своего дела, грамотные люди, любящие работу, любящие детей. И главное, что руководят этими мудрыми людьми самые грамотные, самые профессиональные люди, мудрые, умудренные опытом заведующая «Горегляд» Людмила Ивановна и заместитель Багрова Светлана Ивановна. Конечно, они дорожают каждым ребенком, каждым человеком, каждым сотрудникам и умеют повести за собой свой коллектив, организовать досуг детей и умело сотрудничать с разными учреждениями города, в том числе и с нашей детской библиотекой. Мне кажется, это одно из лучших, а, наверное, лучшее учреждение образования, с которым мы сотрудничаем уже более 10 лет. Хочется отметить, что большинство мероприятий нашей детской библиотеки ребята из садика номер 4 посещают регулярно. А это своего рода и выступления кукольного театра «Усмешка», и театра книги «Буратино», театрализованные наши представления, и разные конкурсные программы, которые мы организовываем. В частности, совсем недавно у нас проводился праздник сказки с конкурсной программой «Месть Дюймовочка». Так именно вот с этого сада, с вашего сада, и вышла победителем конкурса одна из воспитанниц, малышка Татьяна. Хочется отметить, что большинство наших мероприятий, проводимых библиотекой, посещают воспитанники этого сада. Они посещают и выступления кукольного театра, и театрализованные представления театра книги «Буратино». И посещают краеведческие мероприятия в нашей краеведческой гостиной, которую мы назвали «Хата с матчаной душой», где ребята имеют возможность дотронуться до крестьянского быта и увидеть все своими глазами. Что хочется отметить, что руководство всегда шло навстречу нам, и, в частности, совсем недавно, в октябре прошлого года, наша библиотека отметила 65-летний юбилей. И именно здесь, вместе с руководством, с воспитанниками, с коллективами, этот удивительный коллектив пришел поздравить нашу библиотеку, свою библиотеку, где в этой нашей библиотеке читают и их детки. Среди всех награжденных, которые мы награждали в процессе праздника, был Корницкий Антон, воспитанник детского сада, который был самым юным, самым читающим читателем. А еще у нас много интересных детей с их сада. Они умеют организовать работу, они умеют сделать досухи интересным детей и участвовать везде и во всем. Спасибо вам, Светлана Ивановна, спасибо, Людмила Ивановна, за то, что вы есть. Мне кажется, что наше сотрудничество будет продолжаться еще не один год, десятки лет еще впереди, и много-много последующих. Удачи вам во всем, удачи в международном конкурсе, здоровья, мира и добра вам и вашим семьям, и, конечно же, вашему коллективу. Спасибо за мудрость, спасибо, что вы есть. Духовно-нравственное воспитание наших детей, нашего подрастающего поколения, всегда являлось и является очень важным и значимым в нашей жизни. Еще в древности наших князей очень уделяли много внимания в этом плане. Каков будет будущий князь, все зависело от его именно молодого воспитания. Поэтому и наших детей, которые мы сейчас воспитываем в садиках, в яслях, очень важно уделять время им в этом духовно-нравственном воспитании, ибо зарождается детская душа, она в детстве. Очень важно, чтобы все это было в согласии и с родителями, и с нашей церковью, все мы вместе старались уделять много времени нашим детям и заботиться о их таком вот поведении, особенно нравственно, потому что дурные привычки, они укореняются, и особенно постыдные привычки, безнравственные такие вот, весьма извращенные, как много показывают по современным фильмам, мультфильмам, они очень пагубно сказываются на душе наших детей. И мы, может быть, и стараемся что-то изменить и сделать, но порою наших сил недостаточно. Здесь нужна помощь Божия, чтобы мы обратились к Богу и вместе с церковью старались разрешать многие разные вопросы. Весьма приятно и радостно, что сотрудники Ясля, сада номер 4, являются и преподавателем нашей воскресной школы детской, и мы вместе сотрудничаем и стараемся проводить мероприятия. Вот, и, конечно, и в будущем призываем их участвовать и в наших церковных мероприятиях. Вот, как недавно у нас хор детский съездил на фестиваль, вот, едет в город Лиду, духовных песнопений, как это очень хорошо сказывается на их жизни, на их воспитании, вот, как дети радуются этому. И, конечно, все это не останется бесследно. Вот, и в жизни оно поможет детям найти себя и поможет им, вот, многие вопросы разрешить. Поэтому всегда будем дружить, сотрудничать, будем вместе решать вопросы наших детей, потому что это наше будущее, наше поколение, которому мы должны передать много-много в жизни. Вы готовитесь к важному мероприятию, к конкурсу международному, так? Поэтому мне хочется пожелать вам уверенности, вот, помощи Божией, вот, покровительства, вот, ныне святых Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста, которые празднуются ныне. Они были учителей Вселенной и помощи вам в этом конкурсе, дабы, действительно, пройдя все эти вот трудности, кажется, оно все трудно, но оно все преодолимо для блага, для пользы наших детей, для воспитания, для украшения жизни нашей, нашего района, города нашего. Это очень весьма и престижно, и хорошо, что мы участвуем на этих конкурсах. Вот, это развивает интеллект как преподавателей, так и детский интеллект развивает, и способности раскрываются разные. По церковному это дарование Божие, вот, во всех этих мероприятиях раскрывается душа человека, раскрывается его творчество, разные способности, которые имеет человек. Это весьма хорошо, и мы желаем вам успеха, вот, в помощи Божьей, вот, дабы вы выступили хорошо, на благо и радость нашему отечеству, нашему городу. С учреждением образования Ясли-сад номер 4 города Ганцевичи воскресная школа прихода храма святителя Тихона сотрудничает уже несколько лет. И сотрудничество с каждым годом теснее и теснее становится. Все больше и больше у нас задач общих, дел общих. Все больше и больше ждут наших детей, нас, детки в этом садике. Началось с того, наверное, что однажды, подготовив рождественский утренник, мы попросились к ним в гости. С радостью великой нас приняли в детском саду. Дети были так увлечены нашими представлениями. А это же дети воскресной школы, они чуть-чуть старше, но для детей младших мы специальную программу готовили. Все, встреча получилась очень хорошая. И с той поры традиция продолжается. Мы готовим как отдельные мероприятия, так и совместные мероприятия. Готовят отдельно садик, свои мероприятия. В прошлом году удивительным было мероприятие, которое называлось «Букварь. Первая книга человека». На праздник в детский сад пришел настоящий букварь. Это была девушка Юля, конечно, но дети восприняли это как настоящую книгу и так далее. Мало того, что воскресная школа сотрудничает, сам священник наш, настоятель храма, святителя Тихона, тоже частый гость в этом садике. Его приглашают на беседы. Он освещал в прошлом году сад с таким великим торжеством и с такой радостью. Кроме этого, он еще и материально их поддерживает, потому что в прошлом году, увидев, что ступенечки при входе, немножко они некачественные, он тут же прислал рабочих, и ступеньки обновились. И теперь все радуются тому, что можно идти, вот этот батюшка помог нам, и вот такая у них большая радость. Почему с детским садом сотрудничество? В этом году мы открываем еще новую ступенечку для детей старшей группы садовской. Так называемые уроки добротолюбия. По желанию родителей, хотят они, чтобы преподавались некие азы православия даже для таких детей. Я считаю, что такие детки вполне осознанно воспринимают вот эти сведения. Они, конечно, серьезные, они настоящие, они, значит, такие ответственные, но дети воспринимают эти сведения о том, что такое Божий закон, что такое церковь, что такое Бог, как сотворил Бог мир, первые дни творения и так далее. Сопровождая эти уроки, мы рассказываем также о добродетелях, потому что наши уроки называются «Уроки добротолюбия». Надеюсь на сотрудничество и дальнейшее. А четвертому саду, любимому саду, пожелаю искренних творческих успехов в дальнейшем, потому что там очень добрые люди живут. И Людмила Ивановна Горегляд, и Светлана Ивановна Багрова, и Наталья Михайловна Полешко, кстати, руководитель нашего музыкального ансамбля «Колокольчики», который находится в воскресной школе. Как в садике, так и у нас в воскресной школе она поет с детками. Это всем очень нравится. Всем желаем успеха, здоровья и Божьей благодати. Мастерство не знает границ. Не знает границ наше социальное взаимодействие. И впереди у нас грандиозные планы.